Яна Захарова поспешила опровергнуть слухи, которые распускают о ней Надя Ермакова. Здравствуйте, друзья! А перед началом ролика не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик под этим видео, чтобы не пропустить свежий выпуск новостей. Яна Захарова и Надя Ермакова долгое время были не просто близкими подругами, но и считали друг друга едва ли не сестрами, и лишь напряженная борьба за миллион в конкурсе «Человек года» смогла разрушить теплые отношения двух топовых участниц, которых неоднократно пытались столкнуть лбами и коллективы-ведущие. Так Ермакова упрекнула теперь же бывшую подругу в нечестности, и хотя с момента конкурса прошел не один месяц, Надя до сих пор не упускает повода задеть Захарову. К слову, сама Яна только сейчас узнала, какие сплетни распускает о ней Ермакова, объясниться на этот счет, ведь все будет показано в эфирах. Захарова поспешила в своем инстаграм. К примеру, Бринетка удивила, что Надя называет ее «голожопой-неудачницей». По версии Надежды, у Яны нет ни машины, ни квартиры, ни образования. При этом тот факт, что у девушки есть личная жилплощадь столицы и авто марки BMW, Ермакова нисколько не волнует. Надя не верит, что все это имущество принадлежит Захаровой. Причем сама Яна, чтобы убедить подписчиков, даже готова предоставить доказательства. Кроме того, девушка уверяет, что у нее действительно два высших образования, и сейчас она получает третье. О какой именно специальности идет речь, Яна уточнять не стала. Бабушка Алена Опенченко запретила ей выходить замуж за Никиту Балыкина. Алена и Никита подали заявление в ЗАГС в рамках проектного эксперимента. Участники Дома-2 постоянно ссорятся. И Влад Кадони убедил Никиту, что в статусе мужа и жены они с Аленой смогут прийти к компромиссу и будут постепенно идти к гармонии и семейному счастью. Но бабушка Алены запретила ей выходить замуж. Я не разрешаю, он слишком молодой, у него нет квартиры, работы и профессии. Куда он ее поведет? Новости этой не рада, заявила пожилая женщина Андрея Черкасову в вечернем эфире Дома-2 9 февраля. Сегодня уже по эфирам показали поход Алены и Никиты в ЗАГС. Зрелище получилось на любителя, потому что Алена была недовольна поведением Балыкина и сразу ему сказала, что до 5 марта, когда они должны расписаться, он успеет от нее несколько раз уйти и смысла в свадебном фарсе нет. Напомню, что по условиям ведущих Дома-2 несколько пар проекта поехала в ЗАГС подавать заявление. Они самостоятельно выбирали дату росписи, а день свадебного торжества и организацию мероприятия руководство проекта взяло на себя. И у Алены с Никитой свадьба будет намного позже дня росписи, потому что Надежда Ермакова уже готовится к замужеству и хочет быть первой невестой в белом платье на телестройке в этом году. Балыкина любое представление согласен, лишь бы набрать новых подписчиков в Инстаграм. А слушается ли Апенченко бабушку? Огорчит ли самого близкого человека ради шоу? Как считаете? Напишите в комментариях. Яна Захарова отправилась в отпуск. Вернется ли обратно на проект? Участница заявила об очередных изменениях в своей жизни. Яна отправилась в отпуск на неделю. Вернется ли она на Дом-2 или продолжит встречаться за периметром со своим молодым человеком? Также Захарова планирует мамопластику и может появиться под камерами с новым бюстом и носом. Пока известно лишь то, что Захарова познакомилась с парнем во время одного из своих выездов за периметр. Сначала она говорила об уходе с проекта, затем решала, может ли ее парень прийти на проект. Потом передумала его приглашать и решила встречаться с ним за периметром. В то же время к ней на проект продолжают приходить поклонники. Один из них появился в этот понедельник. Парня зовут Влад и его появление в периметре, а также реакцию Яны покажут в эфирах 14 февраля. В сети появились слухи, что Яна встречается за периметром с бывшим участником Дома-2 Владом Шабановым. Сейчас она утверждает, что Влад – роковое имя в ее жизни и хвастается цветами, которые подарил новый возлюбленный. Захарова, несмотря на правила телестройки, появляется на проекте только во время конкурсов и надеется выиграть в сейшельских каникулах, чтобы полететь на острова. Уже известно, что на сейшельской площадке строить отношения будут пары. Что там собирается делать одиночка Захарова? Не много ли у нее привилегий в последнее время? Если тоже так считаете, ставьте лайк! Юлия Белая спалилась на связи с Евгением Ромашовым. Пока Настя Бегрина расслабилась на отдыхе за периметром, ее предшественница не теряет времени даром. В сети не первый раз гуляют слухи о том, что Юлия Белая до сих пор неравнодушна к Ромашову. Более того, она не против вернуться к нему на проект. И Женя якобы даже уговаривала организаторов приютить Белую на шоу. К слову, сам Женя уверяет, что относится к Юлии исключительно как к другу. Хотя мало кто сомневается. Стоит Белой зайти в периметр, как у Насти не останется шансов. И, судя по всему, Юля уже перешла к активным действиям. Накануне Белую спалили на связи с Ромашовым, что оказалось неожиданностью для Насти Бегриной. Как оказалось, девушка активно следит за жизнью бывшего парня и не только на экране телевизора. Юлия не отпускает Женю, лайкает все его фото. Правда, пока не рискует оставлять комментарии. Очевидно, что вся переписка у парочки происходит исключительно в директе, подальше от глаз доверчивой Бегриной. Стало известно, что Надя Ермакова не позовет на свадьбу Яну Захарову и тех, кто за нее не порадуется. Все, кто сомневается в Надином счастье, не попадут на ее праздник и своими скептическими усмешками не спортят ей лучший день в жизни. Помимо того, что Ермакова не приглашает на свадьбу с Даниэлем некоторых участников Дома 2, Надя берет свидетельницами своих подруг, а среди гостей будут не знакомые зрителям Дома 2 участники, а приятели Ермаковой. Появятся ли родители Даниэля – большой вопрос, ведь его отец и мать до сих пор не изъявили желания пообщаться с Надей под камерами и непонятно, как они отнеслись к новости, что Даниэль женится. Поклонники проекта не верят в то, что Надя и Даниэль дойдут до ЗАГСа и спокойно распишутся, так как за три месяца они могут несколько раз поссориться и расстаться. Судя по тому, как Ермакова собиралась заканчивать эти отношения в вечернем эфире Дома 2 от 8 февраля, плакала и говорила, что не видит совместного будущего с Даниэлем, она ничего хорошего дальше и не увидит. И предложение выглядит, как попытка чистого задержаться на проекте, ведь Надя хотела его бросить. С этими отношениями, выглядящими попыткой запрыгнуть в последний вагон поезда, пусть даже если он едет не в ту сторону, участница Дома 2 выглядит крайне глупо, поэтому Ермакова и выглядит грустной и буквально в одном шаге от очередной депрессии. Захарова торжествует и ждет хороших новостей, сидя на берегу реки. Кстати, громкая новость, Надя заявила, что сразу после свадьбы она и Даниэль Чистов покинут проект. Правильно, а то и развестись быстро могут, не так ли? У Мандезира Светамура появилась симпатия к Адриане Утиной. Хорошая новость для поклонников проекта, которые выступают против появления на Доме 2 старых участников, устроивших на поляне проходной двор. У Мандезира появилась симпатия к Утиной. По словам Виктории Фомской, Свет Амур проводит большую часть времени в компании Адрианы, а это значит, что надолго он на проекте не задержится. У Адрианы все симпатии, знакомства и отношения заканчиваются тем, что ее парень отправляется домой, часто по собственному желанию, что девушку нисколько не расстраивает. Хотя участники уже давно называют ее черной вдовой, но Мандезир может еще передумать. Он дружит с Надей Ермаковой и навряд ли найдутся желающие проголосовать против него. На очередном голосовании на вылет, а девушку ему на кастинге найдут более подходящую, чем несерьезная Адриана. Пока Свет Амур развлекается, его бывшая невеста Юлия Ефременкова продолжает интриговать свою аудиторию, признаваясь, что ей сложно комментировать ситуацию, и она не хочет говорить об очередной причине размолвки. Подписчики спрашивают у Юли, почему на ее машине ездит Свет Амур. Она усиленно их убеждает, что такого быть не может, и они расстались. Вот это в корне неправильно, если Мандезир, к примеру, начал поднимать на ней руку, то нужно бы предупредить участниц Дома 2. Утина и так в последний раз досталась на конкурсе. Адриане разбили нос и губу, а в паре с Мандезиром она еще не то увидит. На этом все. Рекомендую посмотреть и другие интересные новости. Кликайте прямо сейчас, а также подписывайтесь на мой канал.